Натя, как перелет, как путешествие в Данию? Расскажи, как все прошло? Все хорошо, долетели чартером, без пересадок, прямым рейсом, обустроились, готовимся. Как понимать, что тренировка прошла? Не замерзла? Нет, тренизирующая. В принципе, как всегда, в плановом режиме. Уже изучали сборную Дании? Как соперники? Да, конечно, изучили, уже сегодня была одна теория, будет еще, как напоминание, как будем действовать завтра, все мысли об игре. Дания славится стандартными положениями, как противостоятельно? У нас есть свои идеи, как мы будем этому противодействовать, думаю, что все должно получиться. Как ты думаешь, насколько важна будет завтра психология? Думаю, что половина успеха зависит, наверное, от психологии, от настроя. Поэтому нужно не бояться, не думать, что Дания непобедимый соперник. Просто выходить, играть свой футбол, к которому мы готовились и который хотим показать. Ты, несмотря на молодость, уже опытный игрок считаешься. Ты общалась с молодыми? Как тебе их настрой? Как ты думаешь, они завтра нормально, не испугаются? В принципе, общаюсь со всеми. Все в плановом режиме, думают об игре, анализируют и между собой общаемся, как будем играть. Что главное, спокойно, хладнокровно, не паниковать. В принципе, я думаю, что все должны выйти уверенно. Матч с Данией, последний в этом сезоне. Насколько хочется с хорошим настроением выйти в отпуск? Мне очень хочется выйти с хорошим настроением в отпуск. Тем более, что мы играем здесь. Надеюсь, что будет очень много зрителей и это будет атмосферно. Я не знаю, здесь есть карантин, нет, придут, нет, но я очень этого жду. И это здорово играть в таких странах, когда много народу, не важно, твои это болельщики или соперника, это создает атмосферу и это праздник футбола. Завтра еще нас будут показывать по матч-премьер. Что скажешь болельщикам нашим? Я очень, точнее, мы очень ждем вашей поддержки. Нам она нужна. Надеюсь, что вся Россия будет смотреть, поддерживать, несмотря на то, что мы играем в гостях. Я думаю, что все наши родные и близкие, кто любит футбол, будет с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова